И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители кустынных вьюг и хлада, Мне сладкая готовилась от раду. Троих из вас, друзей моей души, здесь оба я. Строки и стихотворения Александра Пушкина звучат несколько часов подряд. Услышать их могут все желающие. Для этого достаточно сесть в троллейбус номер три на одной из остановок. Он идет по привычному маршруту, при этом проезд бесплатный, кондуктора нет совсем, а остановки объявляют волонтеры. Конечно, надо помнить свою историю, свои корни. Я всегда за. Мне кажется, такие акции нужны очень. Здорово сполучают, поддерживают. Все это я выкладываю в интернет, все мои друзья смотрят это, все в классы ставят, и в общем, все хорошо. Акция проходит уже в одиннадцатый раз. В троллейбусе можно услышать стихи Александра Сергеевича, отрывки из его сказок и романов, а также фрагменты биографии. Марина Сенегубкина уже и не помнит, когда участвовала в акции первый раз. Ежегодно она выходит на небольшую сцену в начале троллейбуса и читает любимые произведения. Очень интересный формат, меня он привлек. Именно формат того, что внезапно в обычную жизнь горожан в троллейбусе вторгается искусство. Очень интересно каждый раз смотреть на реакцию людей, как они удивляются, кто-то вообще воспринимает равнодушно, кто-то с удовольствием присоединяется, читает стихи, поет песни. К микрофону выходят сотрудники библиотеки, студенты, актеры. Также работает свободный микрофон, в рамках которого выступить может каждый желающий. По статистике прошлых лет этой возможностью пользуются более ста рязанцев. Надежда Верещенко уже каталась на читающем троллейбусе год назад. Теперь хочет выйти на новый уровень, прочитать любимые строки, знакомые еще со школьной скамьи. Большое внимание волонтеры также уделяют биографии известного поэта. Здесь можно вспомнить юность и молодость, революционный дух и период затишья, познакомиться с друзьями детства и любимыми дамами. Но главное, за что рязанцы ценят акцию «Читающий троллейбус» – это атмосфера литературной гостиной и возможность отдохнуть душой. Мы хотим, чтобы рязанцы вслед за нами удивились сегодня и удивлялись всегда, что мы являемся носителями одного из богатейших языков мира. И в его богатстве и совершенстве нам подарил этот язык Александр Сергеевич Пушкин. Напомним, что именно Александр Сергеевич является основателем современного русского литературного языка. Это значит, что его тексты понятны нам спустя 220 лет. А слог является образцом грамотной речи. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».